окей всем добрый день все меня слышно нормально здесь достаточно ламповое помещение но тем не менее если вам не слышно говорить я буду чуть повышать свою громкость до предельно возможного уровня и так сегодня как видите у нас презентация логика развития английского языка лекция будет посвящена тому как английский развивался в течение времени тому как можно структурировать эти знания и немножко о будущем английского языка так чтобы я понимал перед кем я рассказываю эту лекцию поднимите руки кто знает английский язык настолько чтобы говорить с кем-то кто знает английский язык и понимает его но сказать пока не может кто учил немецкий в школе или вообще не знает английский замечательно окей значит вам будет особенно интересно окей первая часть нашего лектория клик немножко срезалась но тем не менее можно понять что английский это язык аналитический есть синтетические языки как например наш русский которые 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 в основном работают с помощью словообразования и изменения форм слова то есть у нас можно сказать мама мыло раму но вместе с тем можно сказать мыло раму мама или раму мама мыло это происходит из-за того что у нас есть окончание суффиксы иногда приставки в том числе корни английский язык работает немножко по-другому мы добавляем новые слова и получаем новые структуры и все это произошло от того что когда-то давным давно в английском языке был достаточно четкий порядок слов в принципе это прослеживается и у нас потом мы убрали часть окончаний и суффиксов которые помогали нам общаться и образовывать формы поскольку у нас прямой порядок слов это не сильно помешало где-то в это же время начали использоваться фразовые глаголы об этом я расскажу позднее примерно там же начали использоваться артикли активно мы почти перестали изменять слова и стали использовать конверсию то есть мы слова стали образовывать простом перед простым переходом из части речи ну и наконец мы стали использовать аналитические формы глагола кому понятно то что я сказал поднимите руки прекрасно и неожиданно клик а теперь мы будем разбирать это подробно и так древняя русь какой-нибудь щитовод сидит перед своими где бы он там не записывал и записывает числа следующим образом то есть у нас есть значок над буквой который показывает что мы сейчас работаем с числом это с одной стороны удобно например мы можем ну фактически одним знаком показать число 20 когда у нас требовалось бы два значка точно также с 500 одна буква черточка ну и соответственно число это удобно с одной стороны но с другой стороны чтобы написать новое число нам нужно использовать а сложение тех чисел которые мы показываем буквами мы конечно можем поменять эти буквы и в принципе никто на нас не будет ругаться но постепенно выбор пал на арабскую систему счисления ну или индийскую а здесь мы уже не можем так просто менять цифры местами если мы поменяем числе 123 цифры у нас получится 231 другое число 101 и 11 казалось бы 0 ничего не значит но даже вот это не значащая часть она изменяет смысл и в некоторых случаях мы можем нули добавлять и это никак не повлияет на наше число если вы работали в цели то знаете клик а теперь переходим к тому зачем это было нужно итак русский язык у нас синтетический английский аналитический в русском языке мы можем менять порядок слов в английском иногда можем но в основных случаях у нас а фиксированная структура вот у нас есть предложение дочь любит мать скажите кто кого любит дочь любит мать или мать любит дочь кто действующее лицо дочь как определили и так и так согласен но вот была вероятность что это дочь все таки любит мать а почему такой вариант скорее возможен yes самое первое слово у нас обычно подлежащее далее идет сказуемое в нашем случае глагольное и потом все остальное в примере маму мыла раму мы можем поменять слова и у нас смысл не изменится мы всегда будем понимать что именно мама действующее лицо и никто иной но вот этот пример показывает что это не всегда работает а в английском зачастую это не работает вовсе первое предложение да во всех предложениях слова одни и те же если на случай если вам плохо видно допустим с экрана я буду защитывать у дресс лайка кук ты одеваешься как повар логично меняем слова местами и у кук лайка дресс ты готовишь как платье те же самые слова абсолютно другой смысл ю лайк и кук дресс тебе нравится поварское платье снова поменял слова местами снова один и тот же смысл не получился так клик фразовые глаголы что это такое мы в русском языке активно используем приставки и зачастую а приставки меняют смысл того слова того корня которым мы пользуемся например у нас есть слова смотреть или глядеть мы можем сказать присматривать за кем-то то есть заботиться о ком-то смотреть чтобы он не свал там пальцы в розетку не поджог дом присматривать мы можем навестить кого-то или заглянуть кому-то мы можем посмотреть в словаре то есть поискать что-то в словаре или мы можем искать кого-то например высматривать каждый раз я использовал разные приставки в английском языке все обстоит немного иначе разумеется мы тоже можем использовать приставки это не возбраняется но основная часть смыслов и подсмыслов у глагола образуется именно добавлением новых слов если в русском языке мы перед существительным что-то ставим это предлог если мы что-то ставим после слова это после лог соответственно мы используем после логи итак у нас есть look at фразовый глагол после лог показывает что мы смотрим на кого-то look after мы заботимся о ком-то looking мы навещаем кого-то look up ищем кого-то ищем что-то в словаре look for ищем что-то или кого-то вне словаря есть небольшая аналогия в русском языке конечно в русском после логи так не используется но мы можем сказать что некоторые предлоги более связаны с глаголом чем существительным например фраза он работает на заводе на заводе четкая связка с существительным он идет на раз голосует за идет на всем понятно куда он идет и существительное даже не требуется голосует за опять же существительное не требуется мы за ставим просто после глагола в идеале у нас получается следующее он в пролете он не сможет что-то сделать раз он согласен то есть аналогия есть в русском языке вот это вот подобное выражение в английском после логи используется постоянно окей the show must go on кто сможет перевести окей шоу должно продолжаться абсолютно верный вариант хотя если мы будем переводить дословно шоу должно пойти на ну соответственно мы так не переводим клик окей еще одна весьма интересная часть английского языка это артикли в русском языке слово один может употребляться в нескольких смыслах например один человек мне сказал что сегодня будет лекция по английскому языку это не говорит о том что человек был именно в единственном числе это говорит строго о том что человек был какой-то есть такое выражение в русском языке одна бабка сказала это означает что бабка была не в единственном числе а то что она была какой-то непонятной то есть это не достоверный источник информации если мы сделаем более достоверным этот источник информации мы скажем та бабка сказала и так одна неопределенное что-то та весьма конкретная старая женщина в английском все происходило примерно так же у нас есть слово that указательное которое обозначает слово тот у нас есть слово one которое обозначает слово один соответственно от этого слова произошло слово the определенный артикль которое иногда можно перевести как тот и слово n слова n которые также можно перевести как слово один зачем это нужно у нас есть слова в английском языке которые пишутся одинаково читаются одинаково они во всем одинаковы кроме того что это разные части речи например это действие и предмет сейчас я накидаю несколько примеров чтобы было более понятно допустим а кто скажет как будет работать по-английски work как будет работа work или job окей work прокатывает а как будет вода water как будет поливать water как будет молоко отлично как будет доить милк окей а как будет ну например зима winter зимовать winter идея понятна в этом случае нам помогает артикль i have a dream у меня есть мечта артикль ставим только перед существительным соответственно dream мечта существительная i have to dream я должен мечтать здесь у нас появляется частица ту которая показывает что это глагол и опять же у нас слово изменяет свое значение есть аналогия в русском языке когда ближайшее слово может поменять свое значение и поменять прошу прощения поменять значение другого слова например в русской истории была такая императрица екатерина вторая у которой было достаточно много фаворитов по нынешним меркам ну и еще больше фаворитов неофициальных мы можем сказать про екатерину если мы поддерживаем ее политику она хотела все знать то есть она была просвещенным монархом она была очень образованной женщиной но если мы в оппозиции екатерины второй мы можем сказать она хотела всю знать и смысл немножко изменится клик окей следующее чем порадовал английский во время своего развития минимум форм слова это пожалуй самое чудесное что вы только можете увидеть в английском это то насколько он не изменяется для примеров у нас есть слово table стол и слово tables столы две формы две формы в русском языке есть стол нет стола дать столу доволен столом думаю о столе есть столы нет столов столам столами о столе о столах слово красный здесь ситуация еще хуже у нас есть мужской женский средний род которые по которым может изменяться прилагательное кроме того у нас есть еще множественное число и вот эти вот три строчки изменения можно заменить одним словом red с глаголом все я бы сказал не менее хорошо вот здесь три формы четыре формы went прошедшее время ходил go ходит ходить goes ходит и will go будет идти здесь чуть-чуть срезал экран обилие русских форм но вы видите что это тоже несколько строчек клик окей мы уже мельком с вами поговорили о конверсии итак конверсия это когда мы берем какое-то слово ничего с ним не делаем и получаем другое слово а как это достигается в один прекрасный момент в английском языке исчезли практически все окончания а если нет окончаний то мы не можем разделять существительное и например глагол вот у нас есть слово цвет есть слово цветет убираем окончание получается одно и то же слово полив поливать убираем формообразующие суффиксы одно и то же слово отдых та же самая ситуация иногда это может сработать в русском языке то есть одно и то же слово у нас это называется амонимия одно и то же слово будет обозначать разные части речи у меня новая печь печь это существительное я люблю печь пироги печь это глагол она ест мороженое мороженое это существительное окей он ест мороженое мясо прилагательное если в русском языке эта ситуация не так активно используется то в английском отсутствие окончания позволяет нам просто настоящую свободу ощутить в словообразовании через конверсию клик окей еще немножко примеров как это работает my mother loves me моя мама любит меня mother существительная мама adopt the girl and mother her удочери эту девочку и позаботься о ней опять же мы видим артикль вот этот вот который обозначает конкретную девочку эту но самое главное ради чего этот пример приведен mother здесь выступает в качестве глагола she has never seen a mother love она никогда не видела материнской любви здесь mother выступает в роли прилагательного материнское если что mother board это материнская плата и немножко забавный пример она больна я позаботься о ней she is sick mother her предложение вроде бы построено нормально но если человек станет дословно переводить ее это предложение то получится примерно следующее она же больная мать ее и это ставит нас в такой в такое лингвистическое неудобное положение клик самое простое в английском появляются сложные формы слова в русском это я буду читать тебе сказку я почитаю тебе сказку два слова одно слово в английском чуть сложнее то есть мы можем строить сложные формы слова из двух из трех из четырех форм никто нас не остановит в этом и казалось бы что это сложно то есть одна форма и четыре слова сразу но на деле это создает такую унификацию которую русскому языку достичь достаточно сложно будет клик как это выглядит в примерах я летаю я лечу прямо сейчас я прилетел я лечу то есть мы каждый раз изменяем глагол в русском и вроде бы кажется что в английском тоже глагол изменяется но по факту это изменение под копирку то есть мы можем заменить fly на любой другой глагол и у нас получается вполне хорошее предложение например я летаю у нас окончание ю а я вожу будет уже окончание у унификация чуть-чуть не сработало поворот я лечу соответственно если мы можем так унифицировать язык то это значительно упрощает его изучение Второй пример Я учусь I study или I'm studying Здесь возникает сложность В некоторых глаголах в русском языке Нет разделения на прямо сейчас и вообще То есть, если я веду ребенка Там, не знаю, в детский сад И я вожу ребенка в детский сад Здесь изменение четко прослеживается Я лечу на самолете Или я летаю самолетами Изменение прослеживается Я ношу книги с собой в сумке Или я несу книги с собой в сумке Изменение прослеживается Я учусь, я учусь Изменение не прослеживается Но формы две разные Здесь нужно немножко напрячься В этой части английский бывает сложнее Но не намного Потому что I'm studying, I'm flying Как вы видите, общая структура I have studied Общая структура С третьим вариантом И если я проучился в каком-то месте В течение, например, пяти лет В университете I have been studying То есть в русском языке Эта длительность показывается Например, приставкой про Проработал, проучился Проленился Клик Так Никита, еще один клик У нас есть примеры По которым мы можем сказать Английский язык Это язык Который Достаточно хорошо подчиняется правилам И Вот с этими словами Мы сейчас с вами Будем работать Сначала расскажу Что такое ментальная карта Наверное У многих из вас В школе была информатика Наверное Многие из вас В школе Изучали такой язык Как Турбо-Паскаль Наверное Части из вас Приходилось Рисовать Блок-схемы Кто в курсе Что такое блок-схема Поднимите руки Найс Все в курсе Блок-схема По сути Это Схематичное изображение Того Как программа Должна работать Ментальная карта Это по сути Такая же блок-схема С небольшой доработкой В этой блок-схеме Можно Достаточно удобно Скрывать И показывать элементы Туда можно Добавлять Какую-то информацию Которая Вам будет полезна Ну и соответственно Этим путем Вы ускоряете Ваше изучение Английского Вы по сути Систематизируете Те знания Которые Хотите запомнить Ну и соответственно Эта ментальная карта У вас Отражается Какими-то крепкими Нейронными связями Потом Так Никита Я буду Указывать На какую-то часть Ну и соответственно Ты будешь ее Увеличивать Уменьшать Ctrl Плюс Ctrl Что-то Окей Итак У нас есть Английский язык Вот это Основная часть Мы видим Что английский Это аналитический Язык Если мы Передвинем схему Чуть-чуть вверх То мы увидим Отдельный блок Это синтаксис Синтаксис Это строение Предложения То есть Здесь Мы будем Выделять Все Что связано С построением Предложения Все Что поможет Нам как-то Строить фразу Я буду Озвучивать Поскольку Немножко Не видно Здесь Есть блок Который Показывает Что в принципе Английский Язык Строится По одному Принципу У нас Есть Предложение Это предложение Может быть Утвердительным Вопросительным Отрицательным Иногда Побудительным Иногда Восклицательным Но Мы возьмем Только часть Из этого То есть Утверждение Вопрос Отрицание Практически Всякое утверждение Строится По принципу Подлежащее Возможно Вспомогательный Глагол Исказуемое Практически Каждое Вопросительное Предложение Строится По одному Принципу Это Вопросительное Слово Или Модальный Глагол Подлежащее Исказуемое Практически Каждый Специальный Вопрос Строится По одному И тому же Принципу Это Вопросительное Слово Вспомогательный Глагол Модальный Глагол Подлежащее Сказуемое Да, сказуемое всегда у нас глагольное. Ну и практически каждое отрицательное предложение строится путем добавления нот. Смотрим на утвердительное предложение. Здесь есть несколько схем. Ну, прежде всего, это предложение с модальным глаголом. Если нажать на эту точку, то появляется вот такая вот простая схема. Простая формула. S – это подлежащее, M, V – модальный глагол, V – обычный глагол. Если нажать to have, здесь уже более разнообразно, но все еще схематично. У нас все еще есть формулы, которые мы можем использовать. Это прежде всего предложение по типу «у меня есть что-то». Например, у меня есть машина. I have a car. Иногда мы можем увидеть здесь got. Только в настоящем времени, в основном у британцев. Но тем не менее. Иногда мы можем сказать «я должен что-то сделать». И опять же мы употребляем глагол to have. Иногда мы можем сказать, что что-то уже сделано, а настоящее еще не закончилось. Например, сегодня я уже покушал. Сегодня еще не закончилось, а я уже покушал. Ну, соответственно, у нас получается, что это как бы прошлое, но как бы настоящее. Или настоящее совершенное. Иногда у нас действие началось и все еще продолжается. Например, я когда-то начал вести лекцию по английскому, и я ее все еще веду. В этом случае я использую настоящее совершенное длительное. И везде мы употребляем этот самый глагол to have. Как это происходило бы в обычной блок-схеме? Мы бы поставили кучу черточек, ну и, соответственно, получили примерно то же самое. Здесь же удобство в том, что как только мы изучили to have, мы можем это скрыть. Итак, у нас есть глагол to be – быть. И опять же, здесь те же самые схемы, та же самая идея. Мы ставим вместо s подлежащее, вместо p какую-то часть сказуемого. Скорее всего, это будет в нашем случае существительное или прилагательное, но не факт. Например, I am rich – я богат. I – подлежащее, rich – богат, сказуемое. У нас есть оборот there plus to be, который обозначает местонахождение. Он очень удобен в английском, потому что, например, если вы обратите внимание, камера у нас на столе стоит. Если бы у нас была здесь птица, она бы на столе сидела, а меню на столе лежат. В принципе, слова стоит, сидит и лежит у нас не обозначают конкретное действие, они просто обозначают местонахождение. И англоговорящему или любой другой язык говорящему человеку приходилось бы их запоминать. Мы в английском можем не мучиться таким образом, а просто употребить эту конструкцию. Что-то находится где-то. Настоящее длительное. Если что-то происходит до сих пор, вот сейчас в процессе, например, я в процессе ведения лекции, опять же, в процессе меня слушание, а кто-то в процессе, не знаю, поедания еды внутри кафе, то есть все происходит прямо сейчас. Используем эту же схему, to be ставим в нужную форму какую-то, и получается готовое предложение. Плюс у нас есть устойчивые конструкции. Например, если кто-то что-то собирается сделать, то у нас есть подлежащее, опять же, глагол to be в нужной форме, going to и обычный глагол. Или кто-то что-то вот-вот сделает. Опять же, та же самая система. У нас есть глагол to be, который мы ставим в нужную форму, и действуем строго по плану. Окей, щелкаем глагол to be. У нас есть глагол to do. Опять же, это вспомогательный глагол, который употребляется в вопросе и в отрицании. В данном случае я показал вопрос. Это мы выбираем do или das в настоящем времени, подлежащее и глагол. Вся та же схема, которая стоит внутри ментальной карты. Клик. И существуют такие случаи, когда у нас вспомогательный глагол не используется. Это должно быть самое употребляемое, одно из самых употребляемых времен. Настоящее, когда что-то происходит вообще. Мы можем просто не изменять глагол, но в случае, когда у нас используется местоимение он, она, оно или любое другое третье лицо, например, Никита помогает мне с презентацией, Никита он. Соответственно, если бы Никита помогал мне каждый раз, было бы Никита helps. Здесь мы добавляем окончания s и es. И отводим вот сюда. У нас есть артикль. Артикль некоторые ученые относит к местоимениям. То есть, это нечто, что стоит рядом с существительным и помогает его как-то определить. В принципе, можно сказать общим словом, что артикль это определитель. И мы по схеме видим то, что у нас определитель, потом признак какой-то идет, то есть прилагательное, и потом существительное. Строго так и никак иначе. Теперь, мы видим, что у нас есть стрелочка. Мы переходим по ней и попадаем в другой раздел. Это фонетика. Итак, у нас есть артикли. Это en и артикль the. В зависимости от того, какое слово идет в следующем, нам удобнее произносить определенные звуки. Например, я могу сказать я думаю о ней, но маловероятно, что я скажу, что я думаю о ей. А ей это неестественно для русского языка. Это звучит криво. Точно так же я не могу сказать по-английски a apple. A apple звучит неудобно. Я скажу an apple. Разумеется, если у нас стоит следующий звук согласный, то я могу сказать a cook, повар, например. С артиклем they идет похожая ситуация. Я не могу сказать the apple. В данном случае мне нужно изменить чтение артикля так, чтобы это звучало хорошо. И получится это the apple. Окей. Выше у нас была... Так, Никита еще выше. И вот сюда вот. Выше у нас был раздел синтаксис. Мы чуть-чуть затронули фонетику. И теперь опускаемся точно вниз. И переходим к словообразованию. Здесь схема достаточно объемная, поэтому мы видим ее отдельными частями. Но, соответственно, если вы составите что-то подобное у себя на компьютере, вы будете видеть эту схему целиком. И это будет, возможно, чуть более понятно. У нас есть словообразование и форма образования. Словообразование – это когда мы берем какое-то слово и изменяем его смысл какими-либо другими изменениями. Например, изменением контекста, если бы у нас была конверсия. Или мы добавляем суффиксы, приставки и получаем, опять же, другое слово. Здесь я объединил суффиксы и приставки одним словом. Аффикс. Ну и, в принципе, окончание. Почему? Потому что в английском языке с приставками, суффиксами и окончаниями все, пожалуй, чуть немного печальнее, чем в Ижевске. Чем в Ижевске, чем в русском языке. Прошу прощения, оговорился. Итак, у нас есть глагол, которым мы добавили аффикс «с» или «и-эс». И таким образом получили третье лицо, единственное число в настоящее время, вида «present simple» глагол. Отсюда идет стрелочка. И мы видим эту связку с произношением. Опять же, то же самое правило, что с артиклями, действуют на глаголы. Если нам неудобно произносить, мы как-то меняем произношение. Например, у нас есть слово «dream» – мечтать. Соответственно, если он мечтает, вот «he dreams». Поскольку «m» – звонкое, мы окончание озвончаем. Мы можем оглушить окончание, если у нас происходит ситуация, когда звук последний глухой. Например, слово «cook» готовить. И, например, если у нас слово «fix», когда последний звук будет «s», мы не можем сказать «fix-с» или «fix-з», поскольку это неудобно произносится. Ну и, соответственно, мы произносим «fix-из». Окей? Теперь у нас есть еще одна стрелочка, и мы переходим по ней. Произношение напрямую влияет на орфографию. То есть, если у нас появляется сочетание звуков, которые произносятся неудобно, мы изменяем слово так, чтобы оно произносилось удобно. И, например, если я хочу сказать «он учит», мне придется сказать «he teaches» вместо «he teach», поскольку «he teaches» произносится неудобно. Это же самое правило действует, например, на существительное. Отчасти это связано с тем, что существительные глаголы очень часто используются одно слово. Кроме того, в некоторых случаях у нас происходит замена гласных. Например, «y» мы изменяем на «i» плюс окончание «is». И то же самое правило действует для числительных, например. Если мы посмотрим вот эту стрелку полностью, то когда у нас образуется от десятков порядковые числительные, то мы делаем точно такую же замену. Перед нами была объемная схема. Она выглядит объемной только в том случае, если мы раскроем абсолютно все пункты, которые у нас были. То есть это фонетика, это синтаксис, это словообразование и так далее. В случае, если вам какой-то раздел не понадобится, вы можете его всегда закрыть. И в этом огромный бонус ментальной карты. Как я уже показывал, у нас окончание «s» добавляется к глаголу. В третьем лице «cooks», «she dreams» или «it watches». Это наблюдает. Эти же самые правила действуют на существительные. И здесь мы можем посмотреть то, что «a cook», «a watch», «a dream» у нас стоит артикль «a». И «an apple», например, артикль «an». Из-за удобства произношения. Соответственно, мы говорим «the cook», но «the apple». Клик. Окей. Следующая часть. Ментальная карта – это очень хороший способ систематизировать свои знания. Но это не единственный способ. Сейчас преподавание английского продвинулось достаточно далеко. Если когда-то единственный способ узнать язык было долго-долго общаться с тем человеком, который знает язык, и читать какие-то книги, потом можно было учиться по учебникам, ну и, соответственно, преподавание в школе этому способствовало. Сейчас активно развивается дистанционное обучение. То есть люди, которые сидят в другом городе, например, или даже на окраине вашего города, на какой-то, далеко от вас, быть может, в другой стране, помогают вам изучить язык. У нас есть перерыв. Перерыв? Нет, перерыва не будет. У нас есть наша дамы, вся. Не, она есть. У нас есть уже саша. Окей. Так. Соответственно, дистанционное обучение в каком-то плане породило геймификацию. Наверняка многие из вас слышали о таком сайте LinguaLeo. Поднимите руки, кто слышал. Найс. Это как раз тот случай, когда изучение английского проходит через игру. Это пример онлайн, стратегии изучения английского. Но если вы интересуетесь подобными способами изучения, то достаточно много преподавателей дают геймифицированные уроки оффлайн. Ну и, соответственно, дистанционное обучение породило дополнительные возможности общаться с носителем. Клик. Окей. Что, на мой взгляд, произойдет в ближайшие годы? Как это все будет выглядеть? Какие тренды будут новыми? Прежде всего, искусственный интеллект обучает английскому языку. Сейчас у части из вас наверняка есть в смартфоне такая программка, как Алиса. Если вы используете эту программу, вы представляете, что достаточно весело бывает общаться с таким искусственным интеллектом, который, в принципе, вас понимает, но некоторые фразы толкует весьма по-своему. Есть аналог Алисы в каком-то плане – это Google Ассистент. Например, мы можем спросить у него. Боюсь, я вас не понимаю. Так, не совсем, наверное, слышно будет. Например, мы можем спросить у него. Кто ты? Как дела? Узнать информацию о погоде или провести такой ненапряжный разговор, который, впрочем, не будет обоюдным. То есть вы будете спрашивать, вероятнее всего, Google Ассистент будет отвечать. Как я подозреваю, что произойдет в ближайшие годы? Уже сейчас есть чат-боты, которые достаточно неплохо воспринимают речь и достаточно неплохо синтезируют ее. Ближайший шаг, который сделает машина обучения, это когда у нас будут программы, которые будут давать строго определенные фразы и, соответственно, строить разговор таким образом, чтобы человек разного уровня мог практиковать свой английский, не выходя за рамки своего комфорта, то есть изначально еще пока не общаясь с носителем. Второй вариант. Обучение в виртуальной реальности. Как будет происходить это? Сейчас просто поверьте мне на слово. Это классно. После лекции, желающие, подойдите ко мне, мы разберемся с техникой и я покажу, насколько это перспективная вещь. А сейчас объединим. Итак, у нас есть искусственный интеллект. У нас есть обучение виртуальной реальности, то есть когда мы виртуально бываем в каком-то месте. И третья часть – это обучение через дополненную реальность. В принципе, сейчас есть некоторые аналоги подобного обучения, когда мы надеваем, например, Google Glass или какие-то другие очки, смотрим на предмет и можно увидеть название этого предмета. Например, мы смотрим на стол, опять же, и знаем, что это Table. Это будет происходить, когда вы, например, идете на работу, когда вы дома готовите ваш ужин или когда вы занимаетесь любым другим делом. То есть вы узнаете слова непосредственно в виде их. Возможно, вам будут проговаривать эти слова. Клик. И, пользуясь случаем, я бы хотел сделать небольшое обращение. Я знаю, что «Курилка Гутенберга» достаточно популярный проект. И президенту Дональду Трампу и королеве Елизеете Второй наверняка переводят штатные переводчики каждую лекцию, которую «Курилка Гутенберга» устраивает. И у меня к ним есть небольшая просьба. Поскольку английский язык – это язык международный, очень многие люди хотели бы, чтобы он стал чуть попроще. Поскольку унификация орфографии не проходила уже лет 400, в английском языке правило чтения – это скорее рекомендации к чтению. То есть, мы можем сказать, что две буквы «о» читаются как «у», в некоторых случаях это слова, например, «бук» и «лук», но иногда это слово «дверь», а иногда это слово «блад» – «кровь». То есть, по факту, унификация и упрощение правил могли бы очень упростить жизнь людям, которые изучают английский язык. Далее. Не первую, но все-таки и не последнюю по важности проблему занимают неправильные глаголы. Те, кто учил в школе огромные таблицы по алфавиту, знают, что несмотря даже на то, что правильные глаголы все-таки подчиняются некоторым правилам, учить их достаточно долго. Убрать неправильные глаголы и убрать исключения в существительных, как, например, слово «ship», которое не требует буквы «с», или, например, слово «children», которое до сих пор многие ученики произносят как «child» иногда, и английский язык станет проще. Ну и, наконец, мое личное пожелание – убрать или упростить правила, связанные с артиклями в географических названиях. Клик. Собственно, сейчас я бы хотел поблагодарить вас за то, что этот час вы держали свое внимание на мне. Я очень надеюсь, что данная лекция в чем-то помогла вам, и я бы хотел услышать ваши вопросы. Как ты думаешь, насколько вообще актуальны сочинения английского языка, если ты можешь, я не знаю, надеяться, те же очки тебе все переведут, и вот появился тот же скайп-переводчик, который, в принципе, синхронно переводит относительно неплохо? Вопрос понятен? Итак, с точки зрения будущего изучения английского языка. Есть несколько вариантов, как будет развиваться ситуация. В принципе, уже сейчас есть синхронные переводчики, которые переводят достаточно неплохо. Абсолютно согласен. Это лишь мой прогноз. Я не могу быть абсолютно достоверным источником в этом плане, но я считаю, что все произойдет примерно следующим образом. Английский язык станет международным языком и постепенно вытеснит местные языки. Точно так же, как русский постепенно вытесняет какие-то национальные языки в республиках. В случае, если этого не произойдет, и ситуация будет развиваться другим образом, и останутся другие языки, изучение языков как таковое не умрет. Вот. По той простой причине, по которой не умирает, например, игра на гитаре, несмотря на то, что у нас есть готовые гитарные записи. По которой не умирает театр, несмотря на то, что у нас уже есть телевидение. По которой мы все еще пишем стихи, когда Яндекс, например, тоже может писать стихи. Более того, он может писать песни определенного стиля. Но изучение языка, оно будет постепенно уходить. То есть, это не станет таким, не будет настолько важным, насколько оно важно в наши дни. Не знаю, насколько далекий это прогноз, но в нашем случае пока что английский язык это достаточно... Это язык, который достаточно хорошо держит свои позиции. Ну и, соответственно, именно виртуальная реальность и подобные методы изучения языка, они все еще будут актуальны. Окей. Еще вопросы? Смотрите, вот моя ментальная карта, она такая вся громоздкая-громоздкая. Так. В чемное преимущество перед таблицами, которые просто вот таблица, вот на каждой конкретной случае. Таблица по временам, таблица по... Не знаю, там, по... По наклонениям таблицы еще почему-то. Чем это лучше таблица? Хороший вопрос. Сейчас есть множество учебных пособий, которые... Которые озаглавлены примерно следующим образом. Английский в таблицах и схемах или... Самые нужные схемы в английском языке. И, казалось бы, зачем нужна ментальная карта в этом случае? Есть очень важный плюс таблиц в том, что информация, она четко структурирована, ну и таблицы мы можем распечатать. Чтобы распечатать такую ментальную карту, вам понадобится, вероятно, ну даже такую ментальную карту, лист А3. Это усеченный вариант той карты, которую я делал. Думаю, что листа ватмана вполне хватит, чтобы распечатать подобную карту. В чем же ее преимущество? Во-первых, это взаимосвязи. То есть мы, конечно, можем поставить кучу таблиц в ряд и везде нарисовать стрелочки. В ментальной карте это все будет несколько более органично. Второй момент. В ментальной карте мы можем скрывать, добавлять информацию или как-то ее перемещать. С таблицами это будет работать менее удобно. Ну а вообще, это просто два разных способа систематизации информации. То есть это примерно то же самое, как сравнивать сладкое с соленым. Вроде бы оба вкуса, вроде бы оба варианта позволяют как-то систематизировать свои знания, но каждый вариант удобен по-своему. Ответил ли на вопрос? Ну, я не понял, чего. Плюс к этому, когда вы видите таблицы в английском языке, вероятнее всего, что у вас эти таблицы посвящены какому-то одному разделу. Например, строго словообразованию. Или, например, строго синтаксису. Но эти разделы взаимосвязаны. Вот вы видите здесь кучу стрелочек. Несколько стрелочек. Эти стрелки показывают взаимосвязи между разными разделами. В табличном варианте вы такое сделать не сможете. По какой причине? Таблицу нельзя скрыть. Вы не можете нажать, например, вот сюда вот, Никита, нажми, пожалуйста. Вот сюда. Так. Окей. Сдвиньте чуть-чуть. Окей. Не всегда вы можете скрыть информацию в таблице. Когда в ментальной карте вы можете убрать какую-то часть таблицы. И, соответственно, у вас эти взаимосвязи тоже уберутся. Это приводит к тому, что, казалось бы, огромное количество стрелочек, которые у вас будут при таком отображении информации, оно скроется. И появятся только те взаимосвязи, которые вам нужны. Еще вопросы? Скажите, там что-то было. Я не знаю, кто, я не помню. У меня нет вопросов, мне все понятно, спасибо. Окей. Если нет вопросов, это... Застрой свои очки. Это был долгий час. Мы с вами слушали, сидели, поднимали руки и говорили. Аплодисменты вам. Аплодисменты. Сейчас наша лекция завершена. Я еще раз благодарю вас. В случае, если вам хочется все-таки увидеть, как это виртуальная реальность в английском языке, сейчас можно будет подойти и посмотреть. Ну и если вы проголодались за этот час, не стесняйтесь и заказывайте. Спасибо. У меня все. Спасибо. 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 Спасибо.